Привет всем любителям шахмат. Сегодня в этом видео мы разберем идею ограничения вражеского коня. Ну что ж, конь фигура очень хитрая и дай ему волю, он будет бегать по всей доске и создавать нам проблемы. Есть хорошее высказывание на эту тему. Конь блица сильнее слона. И вправду порой нелегко отследить все безумные прыжки этого животного. Поэтому нам нужно уметь с ним бороться, либо ограничивать и сажать в клетку, либо разменивать, либо прикармливать отравленными пешками. Для начала разомнемся на этюде 1925 года автор Доусон «Ход в этой позиции белых». По материалу поровну у белых проходная пешка, но если они будут играть по шаблону, допустим побегут королем в центр, то конечно же успеет коняшка прискакать, заберут пешку на f6 и позиция для белых как минимум будет невыгодна. Бросается в глаза то, что конь на b1 уж слишком далеко от пешки f6. Ну и как-то немножко в стороне. И у белых как раз таки идея выигрыша в этом этюде ограничить с коня b1. Итак, поехали. Это ход f7. Следующим ходом мы готовы провести пешку ферзи. Конечно же конь не успеет. Единственное продолжение здесь король g7. Ну и теперь у нас хитрая идея. Наша задача оказаться с ломом на b4, ведь именно здесь он будет отрезать ходы коня. И конь окажется в клетке. Поэтому мы с темпом перебрасываем слона. Слон е7. Здесь контролирует он две клеточки. f8 и b4. Конечно же сейчас пойдет ферзь. Черные вынуждены брать пешку и выпускают слона. Отсюда слон контролирует три важные клетки. И оказывается на этом все. Теперь как бы не играли черные, лошадка отъедается. И у белых выигранная позиция. Ну например король f6. Вперед. Здесь мы отталкиваем черного короля. И для несчастья черных ничего они не могут делать. Конь теряется. И все. Далее рассмотрим партию Rubinstein-Tarash. Это Берлин 1928 год. Наглядный пример того, как не только в окончаниях, но и ближе к середину партии мы можем ограничивать коня. И тем самым по сути имея лишнюю фигуру. Материал в этой позиции поровно. Но у белых фигурки расположена активнее. И коняшка с А6 чувствует себя некомфортно. Сейчас она конечно может выбежать на Б4. Или на Б8. Но и там и там. Последует жесткий удар конь С7. Это вилка. Поэтому черные здесь остаются без ладей. Конечно же конем ходить здесь рано. Поэтому черные играют немножко по-другому. Но на счастье Акибы Рубинштейна ход в белых. И они успевают занять важную линию. Здесь сыграно ладья Ц1. Ладья берет поля Ц5-Ц7 под дополнительный контроль. И жизнь коня на А6 становится еще тяжелее. 2-0. Теперь коняшка может выскочить на Б4. Конь Ц7 уже ход нетемповый. Нету там вилки. Отсюда вывод, что черные может быть для них здесь худшее позади. Поэтому вновь нужно коня ограничивать. И сыграно А3. А3 препятствуя конь Б4. Черные понимают проблемность всей позиции. Поэтому пытаются как-то отвлечь белых. Здесь ладья ФД8. Идея очень простая. Это открытое нападение. Коняшка с Б5 может отвалиться. Поэтому белые предпринимают идею пока не ограничивающего коня. А, конечно же, спасание своего материала. Король Е1 сыгран. Ну, это шли от связки. Ну, и теперь, конечно же, ничего такого нет. Слон Б5 слабый ход. Слон Б5. Слон Б5. Слон Б5 все хорошо. Вновь коняшка на А6 никуда не может отскочить. Конь Б8, конь С7. Эту позицию мы уже знаем. Но, конечно же, надо добавить, что и у белых не так все просто. Их фигурки пока стоят по первой линии. И чувствуется небольшая дисгармония. Ну, ход в этой позиции черные. Тараш продолжил конь Е8. Пытаются он как-то контролировать поля Д6. С7. И может быть как-то высвободить коня. Либо сбить коня с Б5. Последовало простое слон Е2. Здесь, конечно же, у черных был выбор. Они могли побить. Побить и конь А7. Казалось бы, коняшка выскочила. Но черные еще не понимали. Они не верили в то, что конь не выйдет. И им было жалко отдать двух слонов. Поэтому мы на эту линию и не пошли. Ну, и теперь у черных совсем все печально. Слон Е2, конь Д6 и конь АЦ3. На взятие на Б5, конечно же, мы будем брать конем. Так и последовало в партии. Взяли-взяли и Б6. Б6 это контроль пункта Ц5. Вот-вот коняшка выскочит. Очевидно, что нужно нам ее ограничивать. Как раз тема сегодняшнего урока. Ограничение вражеского коня. Как вы видите, каждым ходом, через ход, через два, вот эта идея витает в воздухе. Выщитые. Слон Е6. И король В2. Король белых нашел для себя удобное место. В то время как неприятельский конь по-прежнему прозябает в местах лишения свободы. Белые фигурки практически уже все выведены. Осталось ладясь А1. И скоро партия закончится. Ладян Д7. Ну, черные пытаются установить контроль над пунктом Ц7. Ну, и плюс где-то контролируют пешку А7. Да, в вариантах она там висела. Но брать ее белым не следовало. Последование нам выменивает Ладян. Взяли-взяли. И король Е8. Ну, здесь все легко. Конечно же, король в центре. Беншпили нам не помешает. И ход Ж3. Пока идея немножко в стороне. Что это за ход? Зачем он? Король Е8 последовало. Ну, и далее все становится понятно. Белые здесь играют практически с лишней фигурой. И особенно отчетливо это проявляется в ближнем бою. Поэтому своим следующим ходом Акиба Рубинштейн идет на вскрытие позиции. Это ход Ф4. Да, вот так вот Ж3 помогала Ф4. Мы стараемся подскрыть игру. И показать, что мы можем играть на нескольких флангах. Наши фигуры активнее. А конец А6. Как мы видим, по-прежнему скучает. Брать черным совсем не выгодно. Поэтому последовало Ф6. Взяли, взяли. И следующую игру демонстрируют белые. Они нашли новую слабость. И теперь перемещают слона на Б2. Слон на Е3 теперь не нужен. Раньше, как напомним, контролировал он пуля Ц5. Теперь эта роль отведена пешке к Б4. Поэтому мы играем в слонце 1. Слонце 8. Плюсом варианта, где-то мог провисать коняшка на А6. Поэтому черные вот так вот защищают издалека. Слон Б2, слон Ф6. Да, как только слон черный ушел с поля Е7. Поле Д6 никто не контролирует. И мы заходим в гости к сопернику. Конь Д6 шаг. Кроль Б7. И конь Ц4. Вот такая вот крутилка. Бьем мы пешку Е5. Ну, конечно же, побочная линия, может быть, кому-то показалась. Конь Ц8 могла выиграть фигуру. Но нет. Нужно считать дальше. И здесь в конце мы остаемся без фигурки. Вернее, фигурка отыгрывается. Но мы-то помним. Что мы всю партию играли практически без фигуры. Зачем нам этот ненужный разноцвет. Плюс у черных активная ладья. Поэтому, конечно же, мы не берем на Ц8. А играем конь Ц4. Король Е6. Ну, из последних сил уже держится черная. Смотреть на их позицию очень тяжело. Фигурки по-прежнему не играют. Ну, и здесь следует красивейший удар. Кто хочет порешать сам, можно нажать на паузу. Ну, а кто уже решил, внимание на экран. Да, это удар конь Е5. Казалось бы, что за дела. Зачем мы жертвам фигуру? Да тут все просто. Ну, по-напростое взятие, конечно же, слон Ц4. Так, я перебежал. Но простое взятие слон Ц4. Только король Ф6. Нужно ходить, чтобы контролировать слона с Е5. Иначе его возьмут. Ну, и после ладья Д6 отваливается фигура. Поэтому черные не играют конь Ц7. Ну, что конь-то вышел. Но у нас уже с вами лишняя пешка. Активность фигур. И по-прежнему печальное расположение фигур черных. Слон Ц4. Король ДС7. Ну, и здесь уже идет доигрывание позиции. Взяли-взяли. Вторгается ладья. Да, последовало перекрытие. Внимание на позицию. У белых все фигурки играют. У черных все фигурки по 8. Ну, давайте еще несколько ходов. Слон БС7. Ну, и вот здесь белые выиграли. Черные сдались. Ну, и здесь все понятно. Ну, конечно же, висит на Х7. Да, у нас лишняя пешка. Плюс наша фигура. Теп достойно. Подграживает ход ладья Ф7. И не так легко с ним бороться. Ну, что ж. Сегодня на уроке мы рассмотрели тему ограничения вражеского коня. Тема очень интересная. Примеров здесь можно подобрать очень много. Но, как вы видите, это встречается в этюдах и в партиях великих мастеров. Тоже мы идейку подсмотрели. Поэтому старайтесь играть на ограничения. Не давайте фигурам сопернику вольно гулять по доске. И все у вас будет хорошо. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами на одной волне. И совсем скоро новое видео. Пока-пока.